Страна Эфм Всем привет, здравствуйте Всем привет, здравствуйте, Наташа Мы сегодня говорим об искусстве, об экологии У вас, я когда читала про тебя, в частности, целая, мне кажется, такая миссия какая-то возникла в твоей рабочей и творческой деятельности Вот давай первое слово тебе, чем ты конкретно занимаешься, о чем сейчас болит голова, душа и сердце? У меня миссия спасти мир с помощью искусства Мы коллеги Как бы это ни звучало смешно Мы коллеги, мы занимаемся здесь тем же самым, только в рамках этой страны А ты в Великобритании, а что тебя связывает с этой страной, как так получилось? Я переехала в Великобританию совсем, в принципе, недавно И уже работаешь при парламенте Великобритании Как делать так, чтобы так быстро шла карьерная цепочка? Я периодически туда приезжала на протяжении где-то 10 лет Но решила переехать, потому что все-таки именно Лондон это столица искусства и столица мира И все там именно происходит И именно в Лондоне я могу вырасти и как художник И сделать что-то хорошее для нашего мира и для экологии в том числе Ну смотри, я правильно сказала, что у тебя миссия искусства и экологии Именно серия работ, над которой работаю сейчас, называется The Lost Planet Это потерянная планета И мои работы, они символизируют нашу планету Даже сама работа в форме круга Как символично, да? Да, как символично Вот такой, как Саня Да, именно такая, как у вас здесь в студии И часть работы посвящена красоте нашей земли А вторая часть, как мы ее разрушаем с помощью особенно пластика И вот всех наших производств таких очень вредных И хочу обратить внимание общества на проблемы экологии Чтобы все наконец уже очнулись И перестали, допустим, употреблять пластиком Который мы просто используем ежедневно В таком количестве, что планета наша уже не способна это все нести Слушай, а там в Ките в каком-то недавно уже пластик нашли В коралловых рифах пластик Везде проблема именно, что пластик разлагается Не разлагается наоборот На микропластик А, на микропластик Да, и 94% именно микропластик, который уже невозможно достать из океана Вот тихоокеанский, он называется garbage patch Это где скопление мусора, оно полтора миллиона километров длиной Вы просто представляете, какая-то большая площадь Ничего себе В океане находится И это чтобы все излечь, это уже нереально Слушайте, друзья, кто Так что, все Кто охотится за пластиком, знайте, в мировом океане Плывите в Тихий океан, там для вас целое пятно пластиковое Вот кто сейчас пьет воду из пластиковой бутылки Вы убирайте и покупайте в стеклянном стекле Я думал, ты скажешь, чтобы вы подавились Ну да, я, допустим, ношу с собой бутылку Либо стеклянную, либо металлическую Сейчас красивые бутылочки продаются Которые я заполняю водой Поэтому я перестала покупать пластиковые бутылки Сегодня мне дали пластиковую бутылочку Да, у меня чувство вины, конечно Отдайте Что у вас еще здесь пластик? А дайте мы выпьем, не переживайте Бандит Лиза Калины, которого она любит Майк Войс Да, обожаю Обожаю, конечно Вот именно Наталья Копчук, художник, арт-амбассадор Общества искусств, моды и спорта При парламенте Великобритании Вот я предлагаю со всем этим разобраться Вот что за такое общество искусств, моды и спорта При парламенте У нас другие общества в России У нас таких нет Особенно при парламенте Да, Великобритания Это совершенно новое сообщество Им буквально полгода И я была привилегирована быть одним из амбассадоров Их не так много, мне кажется, человек 20 И мы заседаем в парламенте В палате, где очень все цивильно, красиво И у нас было всего несколько заседаний Но все люди, они либо связаны со спортом, с искусством Вот с этим я представляю искусство И мы рассматриваем вопросы С чем сталкиваются, с какими проблемами художники Особенно начинающие И как мы можем помочь им с решением вопросов Слушай, а вообще вот ты выбрала путь художника Как? Ты сама родом из Екатеринбурга Ты уже рисовала в детстве Или как это все случилось? Моя мама художник Она скульптор и керамист И поэтому с самого детства я была окружена искусством Ты ходила в художественную школу? Да, ходила в художественную школу Там с самого детства я делала керамические скульптуры Которые тоже продавала, зарабатывала деньги Когда еще была ребенком И поэтому искусство меня на протяжении всей жизни Окружало Вот видишь, у нас с тобой родители военные Мы были окружены военщиной с самого детства Вот шаг, искусство Ты очень врач А у меня военный А кстати, вот ты не даешь мне разобраться Вот мне вот интересно А кто еще входит в этот совет? Там есть кто-нибудь, кого мы знаем? Кого вы знаете? Вы брали имя себе Майк Войс Его просто интересует вопрос эмиграции Я чувствую Надевают ли они смешные Подожди, свой груз кудахтался Надевают ли они Я любя, любя Надевают ли они смешные парики Вот эти вот всякие, нет? Очень, кстати, очень все экстравагантные одеты Особенно представители сообщества художественного и фэшн Есть несколько Это моя профессия Да, да, да Они, ну, Оль, я прямо была удивлена Мне кажется, парламент такого не видел вообще в своей жизни Так Ну, то есть Со мной, допустим, сидит внучка Чаплина Чарли Чаплина, Кира Чаплин Да, это кого вы можете узнать Но я единственная, конечно же, русская Пробилась Понимаете? Ну, ты молодец Понимаю Классно Смотри, какая получается ситуация Ты только год назад приехала в Лондон Да И через полгода уже посол Потому что я напоминаю, что амбассадор Да Это посол по-русски Да, да, по-русски А что в обязанности входит? В обязанности Есть какие-то, да, вот Обязанности конкретно? Да, нести Получается Добро Добро Реально, и все? Ну, нет, получается От себя ничего скажет себя не будет На наших заседаниях мы каждый приходим с списком вопросов Которые у нас есть Мы общаемся с художником Я езжу по миру Мне так сложно говорить по-русски Я уже привыкла по-английски Ничего-ничего Да, переехла Ты можешь, это мы тебя переведем Где-то 15 лет назад У меня с ума, видишь, прорывается ничего Так Ну, и, в общем, твоя цель как бы популяризировать Популяризировать Информацию, так скажем Популяризировать Да Потому что молодые художники очень сложно пробиться Заработать какие-то деньги Чтобы стать известным художником Все знают, надо умереть Вот А мы там, кстати, поговорим А перед этим ухо отрезать Телерадиоканал Страна ФМ Один На всю страну Специально заказал я песню про красоту У нашего звукорежиссера Александра Потому что в гостях у нас Наталья Копчук Художник и арт-амбассадор И сейчас, Наталья, мы как раз про художника Про профессию-то и будем говорить Потому что именно эту тему Лиза и загадала Лиза, спрашивай Да, спасибо, Михаил Михаил Пожалуйста Ну, вот на самом деле Профессия художника сейчас Она такая неконкретная Ну, не всегда понятная Вот насколько, во-первых, трудно или легко сейчас Начинающему художнику И как зарабатывать деньги Не умирая и не отрезая уши Да, и не стать популярным после смерти На самом деле не так все просто Поэтому в нашем сообществе Мы пытаемся это поменять И художникам-молодому Очень сложно пробиться Особенно сделать первую выставку И чтобы тебя заметили И чтобы тебя взяла галерея Вот, да, за счет чего зарабатывают? Либо в галерее Ты выставляешься, либо покупают твои картины Галерея берет 50% от стоимости картины Если она там продается Если она там продается Да Если, допустим, галерея тебя Как начинающего художника Берет на продвижение Она вообще забирает все твои картины бесплатно Получается, она инвестирует в твою рекламу И ты подписываешь контракт Только эта галерея тебя презентует Представляет И художник, получается Ну, вообще никаких денег не зарабатывает Просто вкладывается в свое имя Либо выходит на Арбат, как у нас Либо выходит на Арбат И пишет портреты Не, почему? А у нас нормальный переход Около парка культуры Да, очень классно Вернисаж там Да, надо сходить В подземном переходе Мы просто накидываем путь И мы-то вообще в этом обыдели обыватели Да, поэтому, чтобы пробиться И чтобы заработать деньги Будучи живым художником На самом деле не так просто Но это все меняется Сейчас много таких примеров Как Демиан Хирст Аниш Капур Которые продают свои картины за миллионы И цены просто растут Как на дрожжах А покупают, смотри, кто людит Домой себе, допустим Покупают коллекционеры Которые не обязательно даже вешают Эти картины куда-то Они у них хранятся С целью дальнейшей Инвестиций Инвестиций Иногда перепродажи Потому что можно Если купить правильного художника В правильное время То можно заработать Очень хорошие деньги Наталья, ну другой вопрос А нет ли такого разрыва Что у нас либо покупают Что-то совсем дорогое, известное Не знаю, что-то, да Не будем рекламировать А что делать молодым неизвестно Их покупает кто? На самом деле нет Есть спрос И сейчас, мне кажется Искусство стало более популярно И более доступно И сейчас искусство более ценится И мне кажется Даже студенты Сейчас начали ценить искусство И покупать себе Какие-то картины Допустим В съемную картину Съемную квартиру Ну да, в коллекцию Или что-то нравится И даже сейчас существует выставка Не выставка, а как ярмарка Искусство доступного Она так и называется Ярмарка доступного искусства Получается, все картины там стоят Не больше, мне кажется Пяти тысяч долларов Ну в таком Да ерунда, конечно Диапазоне Давай скажем Какая зарплата в России средняя Зарплата? Ну так Ты знаешь, здесь отложишь Даже не в доллар Там подужмешься И в принципе Картину можно к Новому году купить В Екатеринбурге Съемную квартиру В Екатеринбурге Верешь себе И все И расскажи там До пяти тысяч долларов Ну да, купил картину За три тысячи фунта Да, да, да Ну подожди Художников же могут еще Привлекать там Допустим в кино Ну они могут работать же Не только там Написал картину продаю А еще как-то Ремонт у кого-то стены Опять же там Надо же подвести Художники сейчас Делают коллаборации С архитекторами Либо с декоратами Картин К ним обращаются И допустим Кто-то хочет Заказчик определенную Картину И они знают Кому обращаться И пишешь картину Под заказ Это тоже Хорошее Могу наводку дать Кстати В смысле Не наводку А наводку Это разные темы Смотрите Наводка Молодым художникам Хотите обратиться Пожалуйста К музыкантам Вам тоже нужно сходить Можно в клип Строить ваше искусство Опять же Коллаборация Бизнес Вот допустим Как у Максима Свободы У него есть песня Краски Естественно Пожалуйста Слушаем Смотрим Да Вы задавайте свои вопросы Инстаграм Страна.фм Все видим Все читаем Наталья Копчук У нас в эфире Друзья мои Чтобы вы поняли Что вы знаете Это не что-то там записанное А мы вот Лежим на пляже Нет Знаете ли Работаем в пятницу вечером С Лизой Калиной И в подтверждение Этому у нас Звонок в прямом эфире Ника у нас на линии Ника привет 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 Здравствуйте Да здравствуйте Ника ваш вопрос Наталья Копчук У нас в эфире художник Здравствуйте Наталья Я слежу за Выставку В современном Я знаю что Сейчас проходит Космосков Секунду Ника Ника Секундочку Я пока с вами поболтаю Почему Мы же Знаете Вот еще одно подтверждение Что у нас все по-настоящему Наушники-то мы не надели Секундочку Да Поэтому мне ничего не слышно Зато можем пока Вдвоем поболтать Сейчас слышно Слышно Окей Ника Погнали Ваш вопрос Я Слежу за выставками Современного искусства И знаю что Сейчас проходит В Москве Космосков К сожалению не было Скажите пожалуйста Были ли вы И вообще Как для себя Выбираете Мероприятия Которые Посещаете Ну в частности Выставки Современного искусства Или искусства вообще Да Спасибо большое за вопрос Спасибо Ника Интересный вопрос Это правда Вчера был первый день Космосков Это выставка Современного искусства И я посетила ее В первый раз И ни о чем не жалею Потому что Уровень Очень высокий Тот же уровень Что арт базала Фриза Сколпа Интересные работы Стоит сходить Происходит это В гостином дворе Я думаю еще Несколько дней Так что Кто еще не был И кто Хочется познакомиться С искусством И с русскими Особенно художниками То обязательно Нас ходить Но помимо русских Ты представленный Иностранных художников Мне кажется В целом Около 14 стран Смотри Наташа У меня такой еще вопрос Как прививать вкус Вот ты иногда приходишь На даже там Современное искусство Тем более Не только там В Третьяковке Хоть все понятно И ничего не понимаешь И тебе не нравится Может быть даже Не потому что Тебе не нравится А просто к этому Как-то не приучен Нет насмотренности Вот как этот вкус Вырабатывать вообще Как отличать Плохое от хорошего Ну мне кажется Это придется временем И это опыт И мне кажется Любому человеку Что-то нравится Что-то не нравится Тебе нравится яблоко А мне не нравится Так И так же в искусстве Кому-то нравится Абстракция Кому-то импрессионизм И так далее Просто надо ходить Посещать мероприятия И я думаю Со временем Это придет И разовьется Вкус в искусстве Наталья А вот мне нравится реализм Со мной все в порядке Я вот не понимаю Я вот с уважением отношусь Но мне непонятно Вот честно Вот все другое Вот это вот Мне кажется иногда Это опять же Может быть завышенная Какая-то самооценка Что я тоже так могу Поэтому А вот А когда смотришь Сикстинскую капеллу Вот так я не смогу Никогда На самом деле Да Я тоже считаю Что период Ренессанса Это был самый Красивый И вот для меня Это было Настоящее искусство Именно Такие красивые люди Фигуры Это просто Краски Это все еще живет Представляете На протяжении Веков И на самом деле Сейчас для меня Искусство мало Деградирует А серьезно Давайте откровенно В этом признаемся Ну ведь правда Откровенно признаемся Что мы стесняемся Да И когда приезжаешь На эти мировые выставки И все больше Видишь Какого-то разврата Так Ну пошлые 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 работы Секс, наркотики, рок-н-рол Да Это понятно Наталья Не все Не все Но Этого очень много Наталья Но секс, наркотики, рок-н-рол Тоже может быть со вкусом Что именно привлекает Наше современное общество И здесь одна с нами Наталья Копчук Художник, арт-амбассадор Общества искусств, моды и спорта При парламенте Великобритании Лиза Галина сам с собой Майк Войс сам с собой Сам с собой здесь говорит Дмитрий Здесь сидит Дмитрий Человек, который сведущ Который организует Который рулит Правильными вещами И он говорит Скажи про пожар И тут я тоже обращаюсь Наталья к тебе Ну скажи про пожар Наташа говорит Ну подвезите В какой технике работаешь Миша Миша твоя работа Миша твоя работа Понимаешь Пожар Что это значит пожар Что это пожар Да Получается Каждая работа Она что-то символизирует Так И Проект Lost Planet Потерянная планета Планета И одна из работ Она символизирует Россию Она в форме России И еще это на самом деле Случилось Мне кажется У меня дар Предвидение Я сделала Россию Из сибирской коры И она выложена из коры Деревьев Именно сибирских Именно сибирских То есть ее Специально в Лондон привезли Потому что я из Екатеринбурга Да И пожары Привезла кору оттуда Именно Она сделана из кристаллов И коры Сибирской Получается Я сделала эту работу И буквально Закончила Через несколько дней Горит Сибирь Думаю Ничего себе Потом Потом Моя следующая работа Была в Бразилии А ты могла на работу? Я сделала Амазонию Так И Весь континент Так И опять Через несколько дней Получается Они горят Ага Из чего сделана Венесуэла Хочется спросить Есть уже работа Именно эта работа Она сделала Из сухих цветов Из сухих цветов И из мха Которая зеленая И символизирует Леса Амазонии А часто Такие пророчества Вообще сбываются? Может ты что-то Личное напишешь? Нарисуешь? Надеюсь Вот как-то Два раза угадала Как-то Ты водой тоже поливаешься Это периодически Страшно уже Слушайте А если из коры Получается пожар А если Россию Допустим из долларов Собрать То у нас наладится Из рубля лучше Из рубля Это будет мой следующий проект А всего Всего выставки Которая у тебя будет Будет 14 работ Правильно? Будет около 20 работ 20 Да И будет центральная экспозиция Которая будет сделана Из пластика И всех Отходов Которые я собрала На побережье Что именно Находится в нашем море Что мы Потребители выбрасываем И реками Это все приносится Так И я собрала На разных побережьях Весь этот мусор Из него Я привезла Все сложила Да Все сложила Есть что-нибудь экстравагантное? Экстравагантное Ну на самом деле Все Всякие туфли Какие-то сланцы Обувь Можно все Примерить было Конечно Но я не стала А это все сейчас В живописи? Это все Это я сейчас делаю Центральную инсталляцию Во что И все это я заложу Да Ну интересно А это с одного моря Или так сказать С разных С разных Я очень много путешествую Поэтому Татки всегда всякие Собираешь там Палотенцы, пластик Этим летом была В Греции В Испании В Италии Во Франции Хватило мусора там И мусора Очень много Еще много осталось Надо приезжать Дособирать Наталья Копчук В студии Майк Войс Тоже никуда не уходил Но Алиса Калинина Практически здесь Наша домохозяйка Которая принимает нас Живую Принимаем гостей У нас кстати есть гости Евгения у нас на линии Евгения здравствуйте 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 Добрый вечер Добрый вечер Я хотела бы спросить У Натальи По ее работам Она сказала Что делает их Из натуральных материалов Мох Цветы Кора Долговечны Кора Да Насколько долговечны Такие работы Вообще Насколько Их выгодно Делать Создавать Это вот пары с души То есть Это какие-то временные Работы Инсталляции Или они как-то Представляются По-другому То есть Что еще используется При создании Да Ну ясен вопрос Да Именно с этим вопросом Я столкнулась Когда у меня возникла идея Использовать цветы И подобные материалы Потому что они Не долговечны Работа должна Быть долговечной И Сто лет Двести лет Она должна сохраниться И ты не можешь Продать свою работу А потом что-то с нее Отвалилось Ну да Сгнила Бразилия Это инсталляция Да Получается Поэтому я использую полимер В котором я это все заливаю Так Это смесь Двух Составляющих Которые Смешиваются вместе А потом В течение Двадцати Четырех часов Затвердевает Да Окей Поэтому Все это я Покрываю С тонким слоем Делаю вечным Правильно сказано У нас еще один звоночек Ольга Ольга на линии Ольга Добрый вечер Вы в эфире Привет-привет Привет-привет Ольга Ваш вопрос Ольга У вас буквально Тридцикунд Я по-быстрому Спрошу Подписана на инстаграм Наталья Тоже начинающий Художник Вот И у меня такой вопрос Во-первых Наталья рада вас В Москве Конечно Спасибо И вопрос профессиональный А планируете Или вы свою выставку В Москве Да Планирую И очень хочу Спасибо большое Да Спасибо за вопрос Сейчас работаю Над выставкой В Лондоне Которая пройдет В ноябре И следующая выставка Будет в Москве Мне очень интересна Аудитория России И я думаю Россияне Особенно новое поколение Очень ценит искусство И покупает его И поэтому мне Очень хочется Сделать выставку здесь А когда самое главное Когда вот Ну что бы мы Ну хоть как-то ждали Скрасили В следующем году Год займите чем-нибудь Нет В следующем году В 2020 Ольга Снимайте Наушники Снимайте Я понимаю Что вы с ними Породнились Смотрите Ну то есть Вот это важно Мне понравилась Фраза что Ты говоришь О том что покупают Картины Потому что для художника Это тоже важно Не просто Да есть то надо Ну да Это тоже важно Это бизнес своего рода Да И допустим В Лондоне Недавно был аукцион Продавали именно Русских художников Так И были проданы Некоторые картины Там за несколько миллионов И именно русские Коллекционеры покупали А вот другой вопрос Пять тысяч долларов Были обозначены Когда мол Вот начинающий художник Осталось накопить Пять тысяч долларов А просто в аренду Можно взять там Порадоваться В аренду Это кстати новый бизнес Интересно Просто на месяцок Порадовать семью А потом отдать назад На самом деле Есть такая Тенденция Если ты Хорошее отношение Допустим С галереей Ты можешь Взять картину На какое-то время Она может повисеть Месяц И ты потом можешь решить Хочешь ты ее покупать Или нет О, круто Такое тоже Тест-драйв картины Потому что бывает Тебе нравится Допустим Нравится в галерее Потом ты ее повесишь дома И тебе уже не нравится Ну конечно Обои не тот цвет А вот часто говорят Есть к хайпу Даже с Куинджи Что произошло Мол украли Из Третьяковской галереи Это и была аренда Ты не поняла После чего Это может быть Какой-нибудь пиар-ход Кстати, да Такое Такое может быть Вовлекает внимание Либо на аукционе Покупает Твой знакомый Какую-нибудь Картину Чтобы просто Создать хайп Хайп, точно Спасибо тебе большое Наталья Копчук Была у нас в эфире Художник Спасибо вам Мы желаем тебе Успехов Творческих прежде всего Музы Чтобы было вдохновение Спасибо тебе большое Страна ФМ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok